Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Хотел разбогатеть. И задушили. И искали деньги в квартире. Но угодил за решетку. Чтобы не было беды, сотрудники МЧС и специалисты Горгаза проверили дома горожан на предмет безопасности. И полтора килограмма счастья, уверенности в себе и срока в тюрьме. Мы начинаем. Бобруйчанина приговорили к 15 годам колонии усиленного режима. Мужчину с приятелем 19 лет назад убили и ограбили коллегу его матери. Товарищ осужденного до суда не дожил. Убийство Бобруйчанки произошло в марте 2001. 49-летняя местная жительница не вышла на работу. И коллеги попросили милицию проверить ее квартиру. Женщина была мертва. Ее задушили. В квартире были разбросаны вещи, вывернуты ящики. Позже выяснилось, пропали деньги и украшения. Решили разбогатеть. Договорились с товарищами ограбить квартиру. Спланировали все. Я знал, когда она думала, хозяева квартиры. Мы пошли грабить ее. Пришли, на волос открылых. И задушили ее. И искали деньги в квартире. Следователи после осмотра места происшествия предположили. Убийц женщина знала. И не прогадали. Одним из преступников оказался сын ее коллеги. На него вышли только в марте прошлого года. На допросе он во всем сознался. Товарищ, правда, до суда не дожил. Умер. А 44-летнему Бобруйчанину вынесли приговор. За убийство сопряженное с разбоем совершенная группа лиц. В Могилеве тем временем два молодых человека угнали ВАЗ. Правда, со второй попытки. А потом дрифтовали по парковке. Машину они потом бросили. Но хулиганов нашли. Об угоне заявил владелец ВАЗа. И милиция выяснила. К преступлению причастны двое жителей областного центра. 17 и 19 лет. Оба ранее неоднократно судимые. По информации МВД. Сначала друзья попытались завести чужой ВАЗ на улице Белыницкого-Берули. Но не справились и бросили его с открытой дверью. Затем возле магазина увидели еще один ВАЗ. Этот завелся сразу. И парни устроили дрифт прямо на стоянке, едва не задев при этом киоск. В итоге ВАЗ занесло в кювет. Там они его и оставили. Бобруйские правоохранители пресекли две преступные группы, которые торговали наркотиками через интернет. Оперативники задержали двух местных жителей. 18 и 19 лет. У них было обнаружено 100 граммов психотропа альфа-ПВП и 200 граммов марихуаны. Днем позже были задержаны еще двое молодых людей. При себе у них было 45 граммов особо опасного психотропного вещества и полтора килограмма каннабиса. Предполагается, они делали закладки в специально оборудованных тайниках. А заказы брали в интернете. В Беларуси впервые пройдет акция «Единый день безопасности». Стартует она 20 февраля и продлится по 1 марта. За это время специалисты проведут целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧАЭС, аварии и оказанию первой медицинской помощи. В этот дом на Кирова-21 рейдовая группа уже наведывалась не раз. Дела с безопасностью здесь, мягко говоря, обстоят не очень. Но хозяин Владимир уверяет, на этот раз все будет иначе. Пробелы и недостатки он устранит. Притопочный лист застелит, извещатель отремонтируют, а трещины вот-вот замажет глиной. Да и штукатурка, говорит, обвалилась перед самым приходом инспектора. До этого все было хорошо. Подмазать, когда подмажете? Да вот, на днях жду, пока вот тут отвалится. Сотрудник МЧС, в свою очередь, не так оптимистичен. Ведь нарушенная целостность печи говорит о том, что техническое обслуживание не было сделано вовремя. А это может стать причиной задымления, пожара или выхода угарного газа. И это с учетом того, что в доме маленький ребенок. Как показывает практика, такое жилище – не единичный случай. Следующий адрес – переулок Полесский, 20. Здесь ситуация лучше, но все же замечания есть. Первое, на что делает акцент спасатель – опять же, неисправная печь. И если в зале вопрос к состоянию отопительного прибора, то на кухне скорее к содержимому. Причем как внутри, так и снаружи. Рядом с обувью на русской печи можно увидеть окурки от сигарет. После краткого инструктажа хозяйка получает рекомендации к устранению и обещает поговорить с мужем и сыном на предмет курения за пределами дома. Курение в доме является одним из самых основных факторов, по которому гибнут люди. Сегодня человек курит возле печки, завтра человек будет курить, сидя на диване. Поэтому такие моменты мы опять же профилактируем, рекомендуем людям выходить на улицу, оборудовать для этого места для курения. Пробелы в безопасности, к слову, ищут не только огнеборцы, но и сотрудники Горгаза и территориального центра социального обслуживания. И если первые смотрят на исправность баллона и плиты, то вторые – на условия жизни, в частности, одиноких людей и пенсионеров. Объясняем о том, что есть необходимость, чтобы приобретали пожарные извещатели. Если есть необходимость приобретения, мы рассказываем, куда обращаться за помощью. И также мы предоставляем им информацию о том, что у нас есть все необходимые средства и возможности для оказания им социальной помощи и поддержки. Ежегодно автономный пожарный извещатель спасает немалое количество жизней. В 2019-м в Могилевской области благодаря АПИ не погибли 78 человек, 16 из них – дети. Само же совместное движение прошло в преддверии акции «Единый день безопасности», которая стартует с 20 февраля и продлится по 1 марта. Однако эта тема заслуживает внимания каждый день. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бавруйск, 360. Управление внутренних дел устанавливает личность мужчины. В ночь с 20 на 21 января он находился в бильярд-баре «Ниагара». Если вы узнали этого человека, просим позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах. Госавтоинспекция по 21 февраля проводит профилактическую акцию «Безопасными дорогами детства». В 2019-м на территории Могилевской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один ребенок погиб и 52 получили травмы. Только за январь этого года в шести авариях пострадали пять детей, один погиб. Актуальным вопросом по-прежнему остается безопасность маленьких пассажиров, которые находятся в машине. Госавтоинспекция напоминает, детей от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием детских удерживающих устройств. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Риенс. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok